В прошлый раз встречались и говорили о программе развития города Балакова. Решение тех вопросов, которые город самостоятельно решить не может, область самостоятельно тоже решить не может. Выделены приоритеты. Вопросы транспорта, вопросов дорог, вопросов медицины, дефицита кадров, в обустройстве дворовых территорий, вопросов образования и отдыха людей. На эти цели за счет разных источников, из резервов федерального движения, привлеченные ресурсы, благотворительные, средства областного дорожного фонда. На Балакова сейчас выйдет порядка 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Дальше. Мы с вами в прошлом году встречались на набережной. Говорили о необходимости ее обустройства. Строительству пляжной зоны. В Саратове это сделали. Вы это все говорили. Средства на их цели в объеме порядка 100 миллионов выделено. Решение стоялось в прошлом году. Год прошел. В соответствии с правилами, завершение работ должно быть в ноябре текущего года. К работам приступили, Сергей Евгеньевич? А? Ну, чего вы так скромно и тихо? Нет. Присаживайтесь. Вот если взять и спросить старожен, когда мы последний дом на 150 квартирах для врачей строим? Когда? Когда это было? Никогда не было. Мы понимаем тогда ответственность за то, чтобы решить эту задачу. Я не беру право в парке. Ладно. Кто-то скажет, это не главное. Но дом для врачей это важно. И сейчас будут все обращаться и просить сделать все для того, чтобы деньги сохранить в бюджет следующий уход по набережной. Потому что мы их теряем. Все. Заканчивайте программу на бюджет следующий уход. А еще никто на набережную не уходил. Торги не проводили. Деньги снимут. Потому что опять я вам говорю, у нас серьезные вызовы устранить. Нам надо их преодолевать. А деньги выделены, они заморожены. Они не используются. И посмотрим, по угодам прошло, снимают и перераспределяют кому? Другим регионам, которые работают. Более фиксируют. В этом разговоре принимают участие наши представители прокуратуры. Они тоже со своей стороны начнут работать. Потому что никто не отменяет статью 293 Уголовного кодекса хаватность и недобросовестное отношение к исполнению обязанностей. Продолжение следует...